Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Ребята, я просто не мог не поделиться с вами этим баунти-видом, который открывается из моего нового кабинета. Вот, в общем, кайфаните. Посмотрите, какая голубая вода. Но даже в таких райских местах бывает так, что вот какой-то чувак долбит отбойным молотком, поэтому не будем на него злиться, а попробуем начать наш биткоин-обзор и переходим прямо к графикам. Погнали! И что мы тут видим на графике? Ребята, сразу для всех тех, кто думает, что мы уже неистово от Туза Мунили, смотрите на недельные свечи и на наши любимые с вами 200-й мувинг и сетку EMA Ribbon. И что мы видим? Что рано забирать прибыль. По-любому. Сейчас понятно, что у всех, кто зашел даже вчера по, не знаю, моему локальному сигналу или своим каким-то ощущениям, уже хорошая прибыль. У меня вообще отличная прибыль на Bybit. Кстати, если вы не знаете, как торговать на этой бирже, обязательно посмотрите обзор, который сейчас появится у вас сверху вот там. Вообще, от А до Я все, что нужно знать про эту биржу, меньше чем за 10 минут. Вот, короче, крышностная прибыль, экспоненциальное, параболическое закругление и все дела. Но это только на локальных таймфреймах. Да, и также мы на локальном таймфрейме можем увидеть... Это что у нас? Эфир Классик мы смотрим. Эфир Классик, конечно, радует очень сильно, но мы можем видеть вот такие вот дампы при этом на локальной картине. Это не поменяет нам общей разволновки. Общего бычьего тренда не отменит. Но, что мы видим сейчас локально, что нифига мы еще даже не начали расти. Вот у нас цели как были, так и есть с вами. По биткоу это 30, 35, там 40 тысяч в рамках локального отскока. Теперь, что у нас по новостям ФРС? Подняли таки ставку на 75 пунктов. Собственно, это отлично, потому что то, что все ждали больше, соответственно, уже как бы идет смягчение поднятия. И рынки, как мы видим, хорошенько отпрыгнули на этой новости. Но еще раз вам говорю, нихрена они не отпрыгнули еще на недельном таймфрейме. На Сайфере пошла отрабатывать зеленая недельная точка. Третья, кстати говоря, зеленая недельная точка, которая является очень сильной. Статистически мы после каждой третьей зеленой точки выходили из медвежьего рынка. На дневном таймфрейме Дивер вот этот вот отрабатывать начал. И смотрите, манифлоу выходит в зеленую зону прямо сейчас. И опять же, 200-й дневной мувинг у нас на уровне 34 тысячи. Цена прямо к нему магнитом тянется, на мой взгляд. Вырывается сейчас из медвежьей сетки AMA Ribbon. Шестичасовой таймфрейм. Мы уже пробили 200-й шестичасовой мувинг. Цена сейчас пытается закрепиться на сетке AMA Ribbon, как на поддержке. Посмотрите, как хорошо мы вышли выше здесь. Мы пытались пробить ее здесь, не получилось, ушли ниже. Пробили здесь, сходили вниз, эквилибриум. Пробили снова здесь, уже закрепились. Чуть меньше сходили вниз. И сейчас, по идее, закрепляемся и to the moon. Ну, как бы, по логике. Четырехчасовик тоже все хорошо. Уже удерживаем 200-й четырехчасовой, как поддержку. Ну, часовик, там идем дальше, уже все понятно. На часовике вы можете локально высматривать торговые точки по AMA Ribbon, опять же, когда мы от нее отбиваемся, как от поддержки, как вот здесь. Вот сейчас, если мы опустимся ниже нее, этот мувинг, это снова 22400-22500 и полетели. Типа что-нибудь такое. Ну, и там дальше, 30-ти минутки, уже бычая, все, все хорошо здесь. Поэтому, друзья мои, что еще хочу сказать? А, кстати, скам-алерт небольшой. В телеграме от моего имени в личку пишет какой-то человек, который выдает себя за меня. Ну, на всякий случай, может, мало ли вы, кто-то из вас на это ведется. Вот, Гринни Джо, все дела, только там одна буква другая. Значит, я никогда не создаю секрет-чата, никогда не пишу первым в личку. Я тупо этого не могу делать, потому что на мне спам-блог уже два года висит. Короче, это все с камеры. Естественно, ни у кого я денег не прошу. И весь контент даю бесплатно, как всегда. Никакого доверительного управления и так далее. Поэтому, если вам напишут такое вот чмо, отправьте его в спам, в бан и так далее и тому подобное. На всякий случай предупредил. Не ведитесь на такого рода провокации. Вот, ну а так что? Все, слушайте, я немножко добавил тут еще XRP, Polkadot. Собираюсь держать эти лонги. Буду плавно по ситуации их разгружать-догружать. По битку хочу еще взять лонг, потому что я по битку закрылся на прошлом пампе. Примерно по текущим, кстати, я закрывался. Давайте посмотрим анализ битка. Да, по битку вот я закрывался. Плюс-минус по текущих. Кто меня смотрит, знает, вот от сих до сих где-то я лонговал, вышел. И здесь не открылся ввиду того, что перевелся полностью вольты практически. И они сейчас неплохо стали отскакивать. Вот сейчас, думаю, может быть открыться и по битку на пробитие этого сопротивления. Потому что, смотрите-ка, мы удержали вот этот уровень предыдущего сопротивления. И сейчас, если мы пробьем вот это сопротивление, мы уже пробили вот это сопротивление. И если мы пробьем вот это финальное сопротивление, то тут дорога, ребята, открыта, как я уже говорил. На все там 27, 32 или даже 40 тысяч долларов. Просто представьте, какие шорт-сквизы начнутся там. Поэтому имеет смысл, на самом деле, залететь даже в биткоин лонг. Сейчас, я думаю, и затузымунить конкретно на этой ракете. Вот. Поэтому, что тут скажешь? Короткое видео. Всем профитролей. Не забываем покупать касту. Это не финансовый совет. Это просто приказ к действию. Всем тем, кто хочет заработать денег в средние сроки и в долгосроки, ребята. Не прям сиюминутный тузымун. Но просто посмотрите вот на эту историю на графике. И, как вы видите, вот мои ордера. Я сам агрессивно скупаю касту. Несмотря на то, что и так уже в нее прилично инвестировал. По таким ценам я скупаю касту прямо по рынку. И сегодня, кстати, я помог нарисовать вот эту вот свечу, мне кажется, маркетмейкером на своих покупках рыночных. Вот. С проектом каста все нормально. Если что, там многие спрашивают. Никуда он не скамится. То, что цена так упала, это абсолютно стандартная практика для листингов. Потому что вот цена сид раунда была в районе 2 центов. Он все еще держится на 3,5 на иксах оттуда. А вот это все, это был, естественно, рисованный памп и дамп на листинге самой биржи. Ничего такого нету. Они так всегда делают, что здесь хомяки залетают, здесь залетают, здесь залетают. Ну, здесь уже инвесторы нормальные заходят. А вот тут они выходят, и все начинается, собственно, в какой-то момент вот так опять. И я говорил, если вы помните, не берите касту ни здесь, ни здесь. Я говорил вам, берите касту, когда она пустится ниже 20 центов. Я обозначал зону 20, 10 центов. Она ушла еще ниже, на 7. Прекрасно. Берите, значит, еще агрессивней. Вот. Проект не скамовый. Ребята трудятся, работают. Приложение уже вышло в Мейннет в Европе по приглашениям. Так что вопрос времени, когда она за Тузэмунит. И главное-то, опять же, в любой крипте, ребята, это не Тузэмун поймать и не быстрые иксы. Потому что все, кто хотят быстрые иксы и поймать Тузэмун, заканчивают на помойке. Это аксиома априори. А те, кто верят в долгую, в технологию, относятся как к инвестиции, с умом потихонечку заходят и усредняются на просадке. Чуваки, у вас будет все отлично, поверьте мне. По собственному опыту говорю. И знаю многих других, кто так же делает. И все у них получается. Вот. Поэтому всем желаю успеха. Профитролей. Показываю еще раз сделки, которые открыты у меня. Но дисклеймер, не надо повторять все точно так же. Я тут зашел уже по локальным хаям в кое-какие монеты. Буду перезакрывать, перезаходить плавно, разгружать. Ставьте лайк, если вы хотите криптогон сегодня вечером. Постараюсь собрать интересных гостей для вас. Не забудьте подписаться на канал, на связи в телеге. И скоро увидимся. Пока. А биток, сука, уже 23 тысячи, пока я это монтировал. Ну, собственно, что и требовалось доказать. И посмотрите, какие волны, чуваки. Океан – это реально рынок, это океан. Волны – это пампы-дампы. А мы с вами – киты, моллюски, креветки, понимаете, морские звездочки и прочая всякая живность. А вообще мы с вами должны быть серферы. Чтобы на этом зарабатывать, мы должны серфить по этим волнам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!